Возвращаясь к команде сборной нашей, сборной России, назначение Фабио Капелло, значит приглашение на должности помощников пятерых итальянцев и только привлечение Андрея Талалаева в штаб российской сборной из российских функционеров И Николая Писарева в качестве главного тренера молодежной сборной При том условии, что Капелло в предыдущем интервью, говоря о проблемах российского чемпионата, сказал о том, что в России засилие иностранных футболистов За счет этого уровень российского футбола и российской сборной относительно невысок и нестабилен И в свою очередь после этого заявления он приглашает исключительно итальянский состав тренерский Ну при том условии, что как подачку фактически предоставляет возможность быть где-то рядом нашим ребятам, прекрасным футболистам, которые прошли и советскую, и российскую школу Вот свое мнение по этому поводу Ну, мое мнение, я считаю, что в любом случае, когда человек приходит на какой-то пост, он должен приходить с командой Со своей командой То есть и то, что он с собой привез такое количество тренеров, ему комфортно Я думаю, что мое мнение просто в отношении, значит, все-таки иностранных тренеров Найти взаимопонимание с игроками, потому что все-таки немножко ментальность разная у наших людей вообще, у наших футболистов и все-таки у тренеров зарубежных Но я считаю, что Фабио Капелло это человек очень опытный Он уже на своем, он повидал уже очень много Ну и мне кажется, что его, ну, в первую очередь, он сейчас ему просто интересно работать Ему хочется работать, мое мнение Во всяком случае, от некоторых зарубежных тренеров, у кого задача прежде всего заработать, а потом уже что-то создать А если повезет еще, то может повториться и какой-то там прошлогодний какие-то результаты Мое мнение, во всяком случае Вот, ну, здесь момент такой двоякий, мое мнение То, что, во-первых, Капелло очень авторитетный человек И он все-таки, я надеюсь, заставит работать наших игроков на поле Потому что для многих игроков все-таки будущее они видят за границей И, значит, авторитет такого известного тренера их подгонит, я так думаю Если это будет наш специалист, то мне кажется, что на игроков, вновь вызванных в сборную Это, может быть, как-то он их сможет и настроить, и сбалансировать А игроки, которые, значит, уже, так скажем, топ уровня, такие, как Аршавин, Павлюченко и другие Мне кажется, их уже это как-то не заставит работать То есть, я считаю, что авторитет российских тренеров, даже я в очередной раз подчеркнул лучшего российского тренера Курбана Бердеева, не позволил бы, не заставил бы работать так, как заставит авторитет Капелла Нет, вы знаете как, мы, я читал в издании, сейчас не могу вспомнить в каком Что, как бы, и не рассматривался Курбан Бекеевич Так не рассматривались, кроме Газаева, вообще ни одна фамилия не называлась Мне вот это непонятно Давайте хотя бы составим расширенный список Давайте хотя бы произведем интернет-исследование, да, сайт российских болельщиков предлагал свои кандидатуры То есть, глаз народа вообще не учитывается То есть, решает исключительно вот это, значит, генералитет, скажем так, РФС Вне зависимости от пожеланий, вне зависимости от мнения народа Для которого, по большому счету, эта сборная играет Я тоже так считаю, конечно, это было бы правильно Все-таки, да, мы как-то должны выбирать И у нас все-таки есть и хорошие тренера И вообще, Бердыев, это такой тренер Во-первых, он, я считаю, что это по-хорошему Он такой авторитет, очень жесткий тренер Чего не хватало, мне кажется, в нашей команде Команда расхлябана была Я разговаривал с нашими казанскими болельщиками Которые приезжали на чемпионат Европы Которые жили там рядышком И элементарно обсуждались моменты следующего характера То есть, дик адвокат, он демократ, да, так же, как и все европейцы Он позволил футболистам нашей сборной Приехать с женами, с детьми, да И мой приятель говорит, Серег, ну я захожу вот в фойе Там один там сопли там ребенку подтирает Другой там по телефону разговаривает Там мама там где-то позвонила Неспроста Во времена СССР, когда мы еще играли во второй лиге чемпионата СССР нас закрывали на длительные сборы На 10 дней для того, чтобы сотовых телефонов тогда не было До городского там не доберешься Потому что там тетя Маша сидит, которая выполняет директивы главного тренера Всех впускать, никого не выпускать, к телефону не подходить И, соответственно, вот это состояние подготовки от решения От чего бы то ни было, да, если лошади, которой нужно прямо бежать Да, чтобы она по сторонам не смотрела, шорки ставит То для российского спортсмена, мне кажется, все-таки это нужно И не хватило именно вот этой жесткости, скажем так Которую мог бы применить Курбан Бекевич Вот, и все, что касается, повторюсь, отсутствия возможности Российскому болельщику проявить, проголосовать То есть это же можно было даже не то, что создать демократию, придумать ее Ну, хотя бы нужно было создать видимость демократии То, что, дорогие болельщики, мы вот тоже, нас тоже интересует ваше мнение Вот как бы вы проголосовали, что бы вы сказали, кого бы вы включили в топ Дали бы народу немножечко выпустить пар, но этого ничего не было В очередной раз есть генеральское назначение Будет капелла, будет его команда, и все будут его слушаться Вот позиция та, которая, наверное, на российской земле там и 50 лет назад, да и 50 лет вперед Эта тенденция, наверное, сохранится Ну, я думаю, да, это, я считаю, что это большой минус Большой минус, то, что нам, нас ставят перед фактом Именно Просто ставят человека, то есть мы читаем из источников, мы узнаем по телевидению Что уже, значит, это уже как, значит, факт на данный момент капелла Ну, будем ждать первых результатов, конечно Но я думаю, что будут моменты Будет непросто ему начинать Потому что, честно говоря, состав Оставляет желать лучшего После последних игр чемпионата Европы Когда все-таки бесхарактерно, бесхребетно себя показала команда Селекции в Рубине Купили Маркана И вот снова очередная сплетня На одном из футбольных сайтов, я его зачитаю Рубин близок к приобретению полузащитника Атлетика Орбайсен Казанский Рубин близок к приобретению полузащитника Который принадлежит Атлетике из Бильбау Мне очень нравится город Бильбау Одно название такое вообще просто супер, да Официальный сайт испанского клуба сообщает, что 33-летний футболист Уже отправился в Казань, где сделка должна быть оформлена официально Дополнительной информации по этому поводу пока нет Специализированный портал Трансфермаркт предоставил эту информацию И тут же на сайте футбольного клуба Рубин Следующая информация Пресс-служба футбольного клуба Рубин Обращает внимание всех представителей СМИ Что в дальнейшем вся трансферная деятельность клуба Будет построена согласно регламенту трансферной деятельности футбольного клуба Рубин Наш клуб очень удивлен регулярным появлением в различных СМИ информации О якобы предполагаемых трансферах нашей команды Более того, участились случаи использования имени ФК Рубин Людьми, желающими извлечь материальную выгоду Из публикуемых сведений о потенциальной покупке или продаже Рубином Того или иного футболиста Любая достоверная информация о трансферах Рубина Может быть размещена лишь на официальном сайте нашей команды Вот, Руслан, ты сейчас услышал то, что размещено на сайте футбольного клуба Рубин И вот мое впечатление от прочитанного Что в очередной раз клуб пытается обрубить любые разговоры О деятельности, о существовании, о движении, о направлениях всего клуба Хотя в первую очередь, на мой взгляд, клуб должен быть наоборот заинтересован в том, чтобы о нем говорили больше О нем говорили по-разному О нем говорили и хорошо, и плохо Потому что нас 6,5 миллиардов на планете У каждого свое собственное мнение И в футболе тем более разбираются все И чем больше о нем говорят, чем больше говорят о Рубине Тем больше его любят, либо не любят Тем больше следят за его выступлением в чемпионате И тем больше людей должно теоретически приходить на футбол При том условии, что вот эта информационная масса, она раздувается И раздувается в общем случае исключительно положительно И имеет позитивное влияние на сам футбольный клуб Рубин И, соответственно, в свою очередь на болельщиков Для которых, по большому счету, Рубин и существует Выходит на поле и радует своей игрой Ну, мое мнение, Сереж, я с тобой полностью согласен Значит, Рубин в этом плане он закрытый Он закрытый То есть он должен быть более открыт, более доступен Но все-таки это команда народная То есть, так скажем, мы должны знать все моменты Мы должны быть в курсе всех событий в Рубине То есть появляется интерес у людей Когда команда ведет как бы, ну, закрыто для общения Как-то люди не владеют информацией То есть от этого и интерес у людей Он все-таки пропадает Я считаю, что это напрямую зависит И о посещении футбольных матчей наших болельщиков Они должны быть Все-таки это надо быть более открытым Более, значит, развернутую информацию Давать для наших болельщиков И тогда и люди пойдут на стадион И будут интересоваться И будут приходить А все-таки, ну, я считаю, вот мое мнение Что сама игра команды Вот в таком вот она вот у нас Все-таки Рубин Он считается это вот такой вот Это как вот закрытая такая раковина она сама Она очень редко открывается Ну, там, ну, хорошо, удачно Очень точечно, да, мы забиваем И это все как-то, ну, распространяется И на идеологию клуба На идеологию клуба, да Потому что, ну, я очень уважаю Главного тренера команды Вот Но все-таки, ну, сам человек такой по себе Все-таки он восточный человек Он мудрый человек Но он немножко такой своего рода Он замкнутый Вот мое мнение То есть характер тренера Отражается на плане игры И на функционировании самого клуба Да Итак, от футбола профессионального Мы плавно переходим К футболу непрофессиональному Подростковому и любительскому Напоминаю, что у нас в гостях Директор стадиона трудовые резервы Руслан Габдалович Минабудинов Руслан, расскажи, пожалуйста Что сейчас проходит на одном из лучших стадионов Города Казани Я знаю, что там идет реконструкция Идет реконструкция самого здания стадиона Школ Искусственное футбольное поле На какой это стадии сейчас И что, в конце концов, горожане Любители футбола, любители спорта Получат после окончания реконструкции стадиона Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что вся эта подготовка Реконструкция стадиона идет К подготовке к универсиаде На стадионе трудовые резервы будут проходить матчи Значит, женских футбольных команд Это будет женский футбол Вот На данный момент, значит, мы Прежде всего, это происходит Смена футбольного покрытия И реконструкция пирога Пирог – это основание футбольного поля У нас же поле все-таки оно специфическое Оно не просто футбольное Значит, оно у нас имеет свойство, значит, замораживаться У нас проходит система охлаждения Под, значит, газоном И, значит, 1 ноября Ежегодно мы уже запускаем открытый лед Для занятия конькобежным спортом Для массового катания горожан Вот И в то же время, конечно, давно Было желание все-таки постелить нормальный ковер Потому что центр города И реально очень много детских турниров проходит На этом поле И поле уже просто, ну, произошел естественный износ То есть мы приобретаем качественный, хороший европейский стадион С прекрасным искусственным покрытием Во главе с замечательным директором Сюрприз для всех У Руслана Габдолыча два дня назад был день рождения Ему исполнилось чуть больше 40 лет И поэтому я и команда ITV тебя искренне поздравляю с днем рождения Будь здоров, будь счастлив и успешно руководить своим замечательным проектом Спасибо А мы возвращаемся к викторине К сожалению К сожалению Болельщиков, к счастью Для Спонсора Этой викторины Футбольный клуб проиграл Со счетом 1-2 футбольный клуб Рубин проиграл И ни один из многочисленных Звонков И имейлов К сожалению Не совпал с результатом матча И поэтому Главный приз Сертификат От магазина Форвард Плавно переходит К следующему Победителю Угадай счет матча Рубин Алани И пришли смс на короткий номер 5075 На перекодовое слово ITV Затем пробел И счет матча Стоимость смс 30 рублей Первый точный прогноз Будет поощрен сертификатом На 3000 рублей В экипировочный центр Форвард Руслан Габдович Мы бы хотели услышать Твой прогноз На матч Между Рубином и Аланией Во втором туре Чемпионат России Мое мнение 2-0 Победит Рубин Я со своей стороны Спрогнозирую Результат 3-0 Именно в матче С Аланией В дебютном 2003 году Я дебютировал И в том матче Мы сыграли Именно 3-0 И поэтому Я бы хотел Спрогнозировать Именно этот результат К сожалению 30 минут подошли к концу Мы говорим До свидания Нашему замечательному гостю Моему близкому товарищу Руслану Габдовичу Минобудинову Директору стадиона Трудовые резервы Огромное спасибо Руслан Спасибо, Сергей С вами был Телеканал ITV Не оставайтесь Вне игры Оставайтесь на нашем канале Увидимся еще в неделю Пока Редактор субтитров А.Семкин